С первых дней Великой Отечественной войны Владимир Иванович Чудайкин стремился попасть на фронт, но работников завода не брали, и только в апреле 44-го ему удалось вступить в ряды действующей армии. В ноябре после окончания курсов он попал на фронт в 9-й танковый корпус и служил заряжающим в танке 23-й бригады. Владимир Чудайкин известен соотечественникам по многим подвигам, включая трудовые. 1 мая 1945 года в составе штурмовой группы танк сержанта Чудайкина двигался впереди наступающих подразделений, уничтожая огневые точки противника в здании Рейхстага, обеспечивая атаку пехоты. Владимир Иванович был ранен и контужен, но продолжил бой, обеспечивая огнем своего танка продвижение советских солдат. Участвовал в ужесточенных боях по освобождению Польши, форсированию Одера и, конечно же, прославил свое имя в ходе заключительной берлинской операции. О подвиге Владимира Ивановича мы все знаем и сегодня нам об этом еще раз не лишний раз напомнили. После войны Владимир Иванович пришел работать на Куйбышевский металлургический завод имени Ленина, где трудился около 40 лет, общий трудовой стаж 56 лет. Помимо боевых наград удостоен почетного знака Самарской губернской думы за служение закону, почетного знака думы городского округа Самара за заслуги перед городским сообществом. Кроме того, Владимир Чудайкин являлся председателем Совета Кировского района общественной организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов городского округа Самара. Он ушел в 2020 на 96 году жизни. Памятник установлен в парке Победы и это совершенно правильно и справедливо. Он действительно победитель и я рада тому, что любой, кто находится в этом парке, любой горожанин, любой гость нашего города сможет в любое время пройти мимо Владимира Ивановича Чудайкина, поздороваться с ним и сказать ему спасибо огромное за наше мирное небо. Автором бюста Владимира Чудайкина стал московский скульптор Карен Саркисов. Его работы знают многие самарцы. Памятники Григорию Засекину, Петру Алабину, Дмитрию Козлову и Елене Шпаковой. Монументальные работы Карена Саркисова установлены в Москве, Санкт-Петербурге, Ульяновске, Новокуйбышевске, Тольятти и других городах. Михаил Ермоленко, Константин Головин. События.